Добрый день! Сегодня мы рассмотрим одну из возможностей, которая встречается в типовых конфигурациях. Это дополнительные реквизиты и сведения. Зачем нужны дополнительные реквизиты и сведения? И чем они отличаются друг от друга? У пользователя может возникнуть потребность использовать дополнительную информацию для ведения учета. Дополнительные реквизиты и сведения можно использовать для документов и справочников. Технически, дополнительные реквизиты отличаются от дополнительных сведений тем, что дополнительные реквизиты – это часть самого документа или справочника, и представляют собой табличную часть объекта, документа или справочника. Дополнительные сведения представляют собой самостоятельную таблицу в виде регистра сведений. Визуально, дополнительные сведения отображаются в отдельной форме. Дополнительные реквизиты отображаются на форме документа или справочника. Дополнительные реквизиты и сведения можно использовать в отчетах. По умолчанию функционал дополнительные реквизиты и сведения отключен. Чтобы начать использовать дополнительные реквизиты и сведения, нужно включить данный функционал. На примере «Бухгалтерия предприятия» редакция 3.0 откроем раздел «Администрирование». В области «Команд навигации и действий» перейдем по гиперссылке «Общие настройки». Дальше разворачиваем группу «Дополнительные реквизиты и сведения» и устанавливаем флаг «Дополнительные реквизиты и сведения». Теперь мы увидим, что стали активными гиперссылка «Дополнительные реквизиты и дополнительные сведения». Переходим по гиперссылке «Дополнительные реквизиты». Теперь можно выбрать справочник или документ. Создадим дополнительный реквизит для справочника «Контрагенты». Для этого нажмем на кнопку «Еще» команда «Добавить новый». Сначала нужно заполнить обязательные поля. Обязательные поля для заполнения подчеркиваются красной пунктирной линией. Здесь обязательные поля для заполнения только одно – это реквизит номинования. Введем текст «Дополнительный реквизит». Дальше нужно выбрать тип значения. Выберем тип значения строка. Конкретно для этого типа значения можно решить, выводить в виде гиперссылки этот реквизит или нет. Можно определить, при каком условии будет виден дополнительный реквизит. При каком условии будет доступен дополнительный реквизит. Для дополнительного реквизита можно установить свойство «Заполнять обязательно» или сдать условие, при котором реквизит должен будет обязательно заполнен пользователем. Далее идентификатор для формул. Всплывающая подсказка «Комментарий». Если навести курсор мыши на некоторые реквизиты, то прикладное решение выведет на экран всплывающую подсказку, для чего этот реквизит нужен. Для разработчиков здесь присутствует специальный реквизит имя. С помощью этого реквизита разработчик может использовать дополнительный реквизит для решения прикладных задач. Данный функционал позволяет пользователю самостоятельно добавлять дополнительные реквизиты без участия программиста. Теперь мы можем закрыть дополнительный реквизит. Откроем карточку справочника «Контрагенты» и посмотрим на созданный дополнительный реквизит. Откроем раздел «Справочники». В области «Навигации и действий» перейдем по гиперссылке с номинованием «Контрагенты». Откроем карточку справочника «Контрагенты». В самом низу карточки справочника «Контрагенты» находим дополнительные реквизиты. Посмотрим дополнительный реквизит в каком-нибудь отчете. Раздел продажи. Продажи по контрагентам. Зайдем в настройки. Для примера дополнительный реквизит посмотрим в отборе. Только что мы добавили дополнительный реквизит. Посмотрели его в справочнике, в отчете. Теперь создадим дополнительные сведения. Раздел администрирования. В области команд навигации и действий перейдем по гиперссылке. Общие настройки. Далее разворачиваем группу дополнительные реквизиты и сведения. Нажимаем на гиперссылку. Дополнительные сведения. Теперь повторяем те же действия, что и при создании дополнительных реквизитов. Сначала мы выбираем для какого объекта, документа или справочника будет создаваться дополнительное сведение. Нажимаем на кнопку еще. Команда добавить новый. Заполняем обязательные поля. Это реквизит номинования. Введем текст дополнительные сведения. Дальше нужно выбрать тип значения. Выберем тип значения строка. Убедимся, что дополнительные сведения записаны. Закроем. Теперь перейдем в справочник контрагенты. Раздел справочники. В области навигации и действий перейдем по гиперссылке с номинованием контрагенты. Откроем карточку справочника контрагенты. В отличие от дополнительного реквизита потребуется нажать на специальную кнопку. В открывшемся окне для дополнительного сведения нужно ввести значение и записать карточку справочника. Или документа. Посмотрим дополнительные сведения в каком-нибудь отчете. Раздел продажи. Продажа по контрагентам. Зайдем в настройки. Также для примера откроем отбор и увидим дополнительные сведения. Сейчас я вам продемонстрировал краткий обзор с функционалом дополнительные реквизиты и сведения. С вами был программист Быков Владимир. Желаю вам успеха в работе.